Говорит Радио Свобода Вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения У микрофона Яков Кротов Сегодня гость нашей программы, священник Павел Адельгейм Приехал в Москву из Пскова, где священствует уже более 20 лет И биографию отца Павла я рассказывать не буду Он давал интервью Радио Свобода весной этого года Когда закончился церковный суд по его делу И он известен очень многим и как активный проповедник Но прежде всего, как автор многих книг, описывающих с его точки зрения Неблагополучные явления в истории Русской Православной Церкви, современной Но я бы хотел предложить сегодня говорить не о книгах, не о личной какой-то биографии А поговорить о том, что на выходе Потому что это все вход Вот, отец Павел, давайте я первый вопрос поставлю так Очень многие люди не идут в церковь, говорят «Чего я пойду туда, где непокаившиеся стукачи?» При этом они сами от стукачей не страдали Многие из них, может, даже в органах работали А вы, я надеюсь, единственный человек Который твердо знает, что вот Одноклассник по семинарии написал на вас донос в 1969 году Вы его видели в следственном деле, этот донос С подписью, почерком И одноклассник за донос вроде бы получил рукоположение в священный сан Одноклассник тот скончался уже два года назад И вы полвека молчали, даже не раскрывали его имени Вот каково это? Сесть в лагерь по доносу единоверца Будем надеяться, друга И тем не менее, вот вы, единственный, может быть, человек Я еще раз скажу, надеюсь, кто мог бы сказать Не пойду в церковь, там стукачи, духовенство И предает И вот вы как раз остались в церкви Как это так? У людей, у всех разные грехи Одни согрешают одним способом, другие другим Причем, если я не согрешаю пьянством То, в общем, по простой причине Что меня просто не привлекает вино Оно мне безразлично Если я ни на кого не стучу То я не вижу в этом никакого смысла Не вижу, почему нужно стучать на другого человека У меня, ну, мне трудно об этом говорить Потому что у меня не было просто такой ситуации В которой бы мне это было понятно Вот, но я просто знаю, что у каждого есть свои грехи И у меня тоже есть свои грехи С которыми мне сложно бороться Но надо их преодолевать Вот, то есть Каждый человек несет свой внутренний крест Какой ему посылает Бог И очень важно, чтобы человек этот свой крест Нес до самого конца Вот, оставить вопрос о том Какие люди достойны пребывать в церкви И какие недостойны пребывать в церкви Вообще невозможно Потому что призыв Христов обращен ко всем Если человек на него отзывается То можно только за него радоваться И очень часто бывает, что человек отзывается на призыв Христа А нести тот крест, который обещался принять на себя У него не получается Слабость не выходит Ну что ж, иногда роняет этот крест Снова поднимает Снова раскаивается в этом Снова его несет И так до самого конца И совершенно не важно, какие у него грехи Важно только, чтобы он в меру своих сил Как он может с этим грехом боролся И по-прежнему шел или полз Но все-таки в том направлении Которое указал Христос На которое он согласился Говорил отец Павел Адельгей В одной из наших недавних программ Посвященных 20-й годовщине С гибели отца Александра Миня Звонил человек и говорило Что Минь, священник, сытый, с пухлыми руками Да тот же Сергей Сергеевич Аверинцев Отмечал, что это был радостный человек Даже такой живиальный, наслаждающийся жизнью Во всех проявлениях А истина этой православии Оно не в том, чтобы наслаждаться жизнью Оно вот как раз в том, о чем вы сказали Несение креста Но у меня почему-то, дорогой отец Павел Ощущение, что вы и тот человек Говорите о разном несении креста Я думаю, что да Потому что я бы не сказал, что Путь христианина – это наслаждение жизнью Я бы сказал, что путь христианина Это радостное принятие жизни В той форме, в которой промысел Божий Ее нам посылает Отец Александр, вы же с ним были знакомы Да, я был с ним знаком Мы вместе учились в академии То есть мы оба учились заочно в академии И встречались на сессиях Ну а потом я приезжал к нему в новую деревню Мы общались А вот смотрите, вы сегодня на лекции На вопрос о том, куда идет история Ответили, что может никуда уже и не идет А может уже и закончилась Потому что идеи нет Отец Александр довольно часто говорил Что история только начинается Потому что христианство, каким он его видел Это некий эволюционный взрыв От язычества, многобожия, человекоубийства, каннибализма Ханжества и фарисейства Куда-то за пределы того, что мы еще испытывали Означает ли это, что вы с ним люди противоположного духа? Я думаю, что нет Для того, чтобы говорить о том Заканчивается история или начинается Надо быть пророком И я такого дарования не имею Я не говорил о том, что история заканчивается Я только говорил о мнении Сергея Михайловича Соловьева И мнении Владимира Сергеевича Соловьева По этому поводу А что происходит с человеческой историей И близится ли ее конец Я сказать никак не могу Я только могу сказать свои ощущения Но, к сожалению, мои ощущения Они исходят из измерения Человеческого измерения Исторического процесса Это, конечно, очень слабое предсказание А если не предсказывая Хорошо, а давайте спрошу я так вас, если можно Вот вы говорите о страдании Ведь, когда вы были в заключении То вы потеряли часть ноги Вы стали инвалидом И так вот с тех пор несете, если не крест, то протез Вот давечи еще приключения от псковской канализации Так что совсем тяжеловато И как? Это вызывает какой-то ропот или нет? Или человек ко всему привыкает даже к таким страданиям? Вы знаете, я не переживаю это как страдание Я переживаю это как определенные неудобства в жизни Которые вот так сложились Но ничего страшного Приходится нести Вот это, ну, бывает Там забыл одеть пальто И мерзнешь по дороге домой Вот, ничего страшного в этом особенно нет У каждого свои скорби У каждого свои трудности И надо их преодолевать И жить с этим Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода Слушайте Радио Свобода Напоминаю, это программа с христианской точки зрения У микрофона Яков Кротов Наш сегодняшний гость Пусковский священник Отец Павел Адельгейм Отец Павел Вот Есть разные зависимости у людей Бывает зависимость от вина Бывает зависимость от наркотиков Бывает от жены От любви Но возвращаясь к вопросу С которого я начал Вот люди, которые говорят Не пойду в церковь, там стукачи Ведь тут тоже какая-то гиперзависимость От справедливости И осуждать этих людей было бы странно Потому что само ожидание Спасителя Как оно описано в Священном Писании Это ожидание того Кто утрет слезу обиженных Восстановит в мире справедливость Своим праведным трудом И вот вы, может быть, человек Который лучше всех Может сказать, что такое справедливость И несправедливость Потому что действительно Ваш конфликт с церковным руководством Церковный суд Который состоялся первый По уже имеющемуся созданному Уставу Русской Православной Церкви Московской Патриархии О церковном суде И все, конечно, там хорошо прописано Но все как-то сикость-накость Я так понимаю, что ни у вас Ни у судей Ни у владыки У всех участников этого конфликта Понимание, что Ну как, по-российски живем Не законом, а благодатью И как, вот по справедливости А не по закону И получается, что вот попытка Жить по справедливости Обернулась против вас И лишила вас прихода Любимого дела Работы с прихожанами Воспитания детей Это ведь чай тяжелее переносить Чем лишение даже части своего тела Да вы знаете Что такое справедливость Я знаю только одно Совершенно точное и ясное определение Которое нам дает Господь Иисус Христос Евангелие Не делайте другим того Чего себе не желаете Вот это справедливость И никакой другой нет Справедливость я вообще понимаю Как меру любви Или точнее Ту границу На которой любовь заканчивается Дальше начинается право Вот любовь имеет Мы понимаем В диапазоне Между справедливостью И самоотверженностью Когда человек отдает себя Всего целиком Полностью За жизнь другого Нет больше той любви Как кто положит Жизнь свою За друзей своих Вот А справедливость Это низший предел Но это предел любви А за пределами справедливости Начинается право И я не думаю Что вопрос в церкви Вот церковном начале По отношению ко мне Решается в границах любви Он конечно всегда решался Ниже уровня справедливости Он всегда решался К сожалению Даже не по принципу права Он всегда решался По каким-то совсем другим принципам Названия И места которых я Определить не могу Мне кажется Что это такой Человеческий произвол А где его место Вот я сейчас Сразу затрудняюсь сказать А я вам скажу Вот этот советский принцип Суда Мне кажется Он рассчитан на то Чтобы не тронь не пахнет Не вылезай Мы все По горло В какой-то неприятной массе И если человек Будет слишком активничать Слишком активно Проповедовать Евангелие То тогда пострадают те Кто так не проповедует Вот поэтому Давайте ребята Потише Не вылезая И в этом смысле Наказание может постигнуть И священника Который вешает икону Со Сталином У себя в алтаре И священника Который заводит Воскресную школу Когда в городе Других воскресных школ нету То есть вот усреднить Не так ли? Наверное Есть и такой момент Хотя конечно Я думаю Не повсевместно Тут многие Когда мы говорим О произволе Ну произвол Может быть конечно И выражать Какое-то общее сознание Вот Но допустим Произвол епископа Это всегда Индивидуальное сознание И он Да тоже пожалуй Что в границах Общего сознания Но тем не менее Он может быть Выражаться Может очень по-разному Я к чему Клоню собственно Отец Павел Скажу прямо Потому что Евангелие Это весть о мире Но ведь советская власть И отчасти Наша нынешняя жизнь Российская Современная жизнь Это тоже попытка Достичь мира Стабильности Безопасности Но какими-то Как я понимаю Все-таки Не совсем Евангельскими Средствами Да Но Евангелие Это нельзя сказать Что это весть О мире Это Весть И о мире И Кроме того Надо Нельзя забывать Что Христос сказал Не мир принес я Но меч И Я пришел Противопоставить Отцов И детей И невестку Своему Своему Зятю Так что же Священник архиерея Там по-моему Этого не написано Я думаю Что И такое Противостояние Имеет смысл И в истории Вполне Подтверждается Ну как же Архиереи Очень часто Бывали Исповедовали Веру Совсем Ну Совсем Не так Как исповедовала Ее церковь И Допустим Максим Исповедник Вынужден был Противостоять Не только Архиерею А всем Архиереям Совместно Со всеми Патриархами Он был Один И ему На это указывали Что как ты Не хочешь Служить Церковью Ведь ты же Один Он говорит Нет Я не один Со мной Святой Дух Вот И оказалось Что действительно Святой Дух Был с ним И в конце концов После его смерти Когда его Уничтожили Его Учение Было утверждено Как православное Учение Подлинное Говорил Как сказал Пророк Мухаммед Если появится В храме Моя статуя Мое изображение Вы Вынесите его И разбейте Это пророк Мухаммед Сказал Интересно Христу понравилось Если бы он увидел Что в храме Поклоняются Не Отцу Небесному Которому Он учил поклоняться А его изображение Его почитают За Бога Это первое Второе По поводу Стукачей Вот в школе Банда Терроризировала Значит Банда Подростков Терроризировала Всю школу Понимаете Нашелся один человек Один мальчик Который сдал И избавил Тем самым Значит Школу От подонков Он Стукач Спасибо Спасибо Олег Во первых Прошу слушателей Извинения Потому что Напало Помутнение И Максим Исповедник У меня спутался Со всем другим Героем Церковной Истории Максим Исповедник Жил в шестом столетии В начале седьмого века И учил О двух волях Во Христе Но тем не менее Вопрос Олега Как с иконопочитанием Дело в том Что Почитание Святых икон Это Продолжение Идеи Воплощения То есть Если мы признаем Что божественная реальность Может быть Воплощена В материи То дальше уже Не стоит вопрос Ни о Святых иконах Ни об имени Божьем Это все совершенно Очевидно Что мы Принимаем Так же Как принимаем Воплощение Христово Тут с Мухаммедом Сравнивать никак нельзя Потому что Ислам не исповедует Бога воплощение А христианство Исповедует Бога воплощение И Любая икона Это такой же Живописный образ Христа Как и Евангелие Словесный образ Христа То есть Это тоже Икона Но только Изображение Здесь сделано Не красками А словами Говорил отец Павел Андельгейм У нас звонок Из Петербурга Георг Здравствуйте Прошу вас Добрый день Достаточечные отцы Я благодарен Во-первых Вам Отец Яков Что вы пригласили Такого достойного Человека У меня вопрос Вот от которого Мне самому Немножко Неудобно Дело в том Что я не прихожай В русской православной церкви И тем не менее Тем более Не имею права Там Осуждать Сергеянство И так далее Но вот вопрос такой Вот возьмем Православную Греческую Илландскую церковь Там она Государственная Возьмем церковь Православную Грузинскую Где она тоже Имеет конкордат С властью Да Почему Русская Православная церковь Московский Патриархат Не хочет действовать Так сказать Меняя законы А хочет договариваться С исполнительной властью Я понимаю Конечно Я не наивный человек Что у нас Исполнительная власть Но это что Строить то дом Надо на камне Спасибо Георг Отвечает отец Павел Адельгей Мне в общем Трудно ответить На этот вопрос Потому что Я совершенно Не функционер И я в общем Разделяю Вашу точку зрения Что уж если Быть государственной церковью То конечно На основании законов Но я думаю Что это зависит Не только От РПЦ А это зависит Еще и от Позиции государства Тут им надо Как-то между собой Договориться Вот Но я Не сторонник Государственной церкви Я считаю Что церковь Не должна быть Государственной А почему На камне Почему на камне Надежное финансирование Разве Административный ресурс Под камнем Всегда разумелся В церкви Христос То есть Церковь должна быть Основана на Христе А не на Государстве А почему Не на государстве Просто по той Простой причине Что если тебе Дают деньги То тебе Приходится платить Своей свободой Поэтому Я считаю Что свобода В церкви Это Совершенно Непреложное Ее качество А вот Имущество Церковное Ну это Постольку Поскольку Конечно Нужны и помещения Для того Чтобы говорить О Боге Нужны и храмы Для того Чтобы собираться Вместе И молиться Но это Вторично Минуточку А почему Если дают Деньги Обязательно Платишь Свободой Ведь Бывает же По-другому В конце концов Государство Представляет Интересы Общества И основной Аргумент Сторонников Того Чтобы религии Делились На маргинальные И традиционные Из которых Одна может быть Первенствующая Именно такой Что можно Отделить Церковь от государства Но нельзя От общества Да Вы совершенно Правы Теоретически Это все Замечательно Но На опыте Мы как-то Таких церквей Которые Получали Поддержку От государства И не были Б этим Связаны В опыте Я например Не знаю Может быть Кому-то Это известно Хорошо Я должен Сказать Что Отец Павел Является Ну как бы Сказать Связующим Звеном И в силу Возраста Но главное В силу Опыта Редкий человек Может сказать Вот Отец Борис Холчев Рассказывал Мне в 50-е годы Как он слышал От старца Нектария Оптинского И тогда Чувствуешь Живую связь За полтора Столетия Но ведь Смотрите И отец Борис Холчев Которого вы назвали И владыка Ермоген С которым Под Омофором Которого вы Долгое время были Вот И оптинские Старцы Это все Лишь Одно Из течений Внутри Русского православия И может быть Не самые популярные Сегодня Я бы сказал Ему кажется На взгляд Многих Не хватает Как раз Вот силы Это течение Слабое Как бы Подледное Но как Все течение Связанное с именем Отца Алексея Мечева То есть Это течение Советских лет Церковь униженная Повязанная По рукам и ногам На ваш взгляд Вот этот Духовный опыт 50-х годов В нем был Какой-то позитив Духовный опыт Чей 50-х годов Да ваш Вас православных Которые пережили Хрущевские гонения 50-х годов Когда не то что Негосударственная Поддержка А просто Так утюжили Расстояние Да Вот Но Дело в том что Сила-то у нас Немножко понимается Иначе Не как Имущественное положение Деньги И власть А сила Понимается Как Благодать Христова Которой Оставлена Свобода Пребывать И действовать В человеке И вот В этих вот Благодатных Старцах И отце Нектарии И отце Алексея Мечови И отце Сергии Мечови И отце Борисе Несомненно Действовала Сила Божия И эта Сила Божия В общении С другими Людьми Она открывалась Как подлинная Сила Как присутствие Христа Здесь Как его Соучастие В этой жизни А там Где есть Христос Там Есть Его Действие Божие Он Вседержитель Говорил Отец Павел Адельгейм Мы продолжим Программу С христианской Точки Зрения Посвященную Интервью С этим Скопским Священником Нашим Сегодняшним Гостем После Краткой Сводки Новостей Вы слушаете Радио Свобода Программа С христианской Точки Зрения У микрофона Яков Кротов Гость Нашей Сегодняшней Программы Псковский Священник Отец Павел Адельгейм Человек Замечательной Судьбы Вынесший И заключение При развитом Социализме И гонение Уже В постсоветский Период И как только Появилась Возможность Отец Павел Организовал При своем Приходе В Пскове И воскресную Школу Мы насчитали С ним Шесть видов Катехизации То есть Обучение Основам веры Которые он У себя вел Отец Павел А вот сейчас Когда Вроде бы Все это Переходит Если я правильно Понимаю В руки Безлюбовные Не очень Заинтересованные Я опасаюсь Что как коммунизм Погиб На наших глазах Потому что Проповедь его Была поручена Людям Думавшим Только о карьере Зарплате Пенсии Ну и выходил У них вот такой Коммунизм Что никто в него Не верил Как бы того же Не получилось И с православием Когда вы будут Проповедовать Чтобы иметь На кус хлеба Как Дмитрий Ростовский Шутил Веруют не ради Иисуса А ради хлеба Куса Так что Значит История кончилась Церковь кончилась Сушевесла Да нет Я думаю Что Опыт Как раз Показывает Что В тех приходах Где священник Не заинтересован В прихожанах А такие приходы Сейчас все больше Появляются Потому что Священник Не зависит Напрямую От прихожан Вот То там Конечно Понемножку Прихожане Разбегаются Но есть Какой-то Круг Людей Которым нужно Исполнять Только Требы То есть Они покупают Свечки Они приходят Крестить Они приходят Служить молебны И в общем-то Те средства Которые они Приносят с собой Пожертвования Какие-то Вот чтобы Я тебе пожертвую Господи Вот столько-то А ты мне сделай То-то и то-то И вот этого Так сказать Священнику Хватает вполне На прожитие А Работа с Прихожанами Его не интересует Конечно Приход Распадается Остается Вот эта вот Группа Не интересующихся Ничем Это К сожалению Так Есть Вот Там где Священник Живой И Интересуется Общением С прихожанами Это Общение Углубляет Занимается Проповедью Занимается Какими-то Разными формами Просвещения Вот И благотворительности Конечно Приход Растет Увеличивается Становится Сильным И Тогда Вызывает Некоторые опасения Со стороны Епископа Если он Слишком Усиливается И Епископ Начинает Принимать Меры К тому Чтобы он Не разрастался Минуточку Но это же не раковые опухоли Это церковная община Какие могут быть Опасения Епископ Опасается Что приход Может Как-то себя Противопоставлять Ему Может Без него Обходиться То есть Он не чувствует В этом приходе Достаточного Преклонения Перед самим Собой Тут Очень Трудно Так вот Коротко Об этом Сказать Об этом Придется Много Говорить Примерно Ясно Это как Отношение Мужа С женой Что если Чересчур Красивая Жена Муж Начинает Нервничать Да Ревновать Давайте У нас звонок Из Красногорска Маргарита Здравствуйте Прошу вас Здравствуйте Вы знаете Я вот так вот Включила Сейчас передачу Слушаю Я конечно Как вам сказать Профан В этих делах Особенно Но вот сейчас Мне как-то Просто страшно Стало Понимаете Вот я даже Как-то думала К там К исповеднику Стало Ничего Определенного Нет поведения Людей Что бы с тобой Не сделали Ты терпи Ты терпи Вот конкретный Вопрос задали Мальчика Сдал банду Я считаю Что это правильно Он сделал Если действительно Это банда Не ответил На это Вот Сейчас Сейчас даем Слово Отцу Павлу Да Вот И вот Как-то Все терпи Так Кто же Ты написал Вот нашу Библию Я вот хочу Прочитать Почему-то Мы такой народ Может мы Из-за этого Так и терпим И страна наша Теряется Что мы Все должны Терпеть Смотря что Терпеть Одно дело Это терпеть Те скорби Которые нам Посылают Промысл Божий А другое дело Терпеть Ложь Предательство Измену Вот это Терпеть нельзя Это должно быть Нетерпимым Так Христос Нам заповедовал И вот Он и сам Так поступал А скорби Он нес Так же Как и нам Дает возможность Понести свой крест А все-таки Тогда вопрос Про мальчика Который донес А про мальчика Я с вами Совершенно согласен Конечно Так и надо было сделать Если бандиты Терроризируют Людей Надо сообщить Об этом в милицию Пусть наводят порядок Я просто даю справку К тому что говорил Отец Павел Адельгейм Потому что Донос на него Который написал Коллега по семинарии В 69 году Заключался в том Что отец Павел Нехорошо отзывался О гимне СССР Но все-таки Согласитесь Это не совсем то Что терроризировать Целое учреждение У нас звонок Из Москвы Александр Здравствуйте Прошу вас Добрый вечер Значит Отрицать Глубокую связь Между государством И церковью И самое главное Положительное Направление И направленность Этой связи Глупо Потому что Россия В течение Тысячи лет Своей истории Как раз и доказывала То что Церковь и государство Были связаны Причем очень сильно И православие Являлось по существу Национальной идеей России И это по существу Являлось Такой национальной идеей Которая создала Россию То государство Которое мы имеем Сейчас Конечно И второй момент Значит Государство И церковь В союзе В единении Это Большая положительная Сила Это то что может По существу Поставить Россию на ноги И вывести Из того состояния В котором Она находится Сейчас И еще один момент Лояльные отношения Церкви И государства Именно лояльные Нормальные Необходимые В данный момент А то что Делаете вы Когда вы пытаетесь Значит Говорить о том Что церковь Должна дистанцироваться От государства Либо государство Должно не обращать Внимание на церковь Это по существу Подрывная работа То что вы делаете Делали Те самые ребята Из Достоевского Помните Которые Пытались Всяческими Правдами И неправдами Дискредитировать И церковь И веру И православие Как таковое Спасибо Александр Вообще По-моему В этой программе Еще ничего не звучало Про дистанцирование А я если можно Отец Павел Что-то хотите сказать Я могу Вполне согласиться С тем Что государство И церковь Были очень тесно Связаны В истории Византии И в истории Русского государства Вот Другой вопрос Об оценке Этой связи Она может быть Очень разной У вас Одна оценка У меня Конечно Другая оценка Почему А потому что Я считаю Что За государственную Поддержку Церкви Церкви приходится И то есть Всегда приходилось Расплачиваться Своей свободой Мы видим это Как в византийской Истории Так видим И в русской Истории Все то же самое Меня то скорее Смущает Высказанный вами Принцип Евангельский Поступать с другим Как хочешь Чтобы поступали С тобой И не поступать С другим Как не хочешь Просто Если бы нам Сказали Что государство И ислам Пусть они будут Едины Это очень позитивно То мы бы Наверное Стали бы возражать Как православные Тогда Выходит Какая-то Немножечко Такая мораль Что если Государство И православие Хорошо Государство И ислам Плохо Или мы же не скажем Что есть народы Предназначенные Для ислама Для индуизма Тогда выходит Что Христос Только для русской нации Да Это конечно Двойная бухгалтерия У нас звонок Из Москвы Николай Здравствуйте Прошу вас Здравствуйте Мне кажется Что все-таки Такая централизация Серьезная Ну не знаю Генералитет Этот вот Губит немножко церковь В общем Демократии Как таковой Нету И соборы Не собираются И синоды Не собираются И выборов Настоящих нет Как и у других церквей И хотелось бы еще Задать вопрос Вот смотрите Лучших священников Не просто убирают Как-то А просто отстреливают Как Даниила Сысоева И отца Александра В Подмосковье Он боролся Здесь с водкой А его в спину Как бы случайно У крыльца дома И хотел еще задать По поводу Того что Вот убьешь Как бы пастуха И Атара разбежится Вот разбежалась ли Атара Если знаете Диамида Владыки Чукотского И что стоило Его Что он все-таки Успел Алексея Отлучить От церкви И последнее Недавно Значит Как-то выступал Писатель один И рассказывал По поводу Тараса Бульбы И как там Церкви функционировали В те далекие времена И глядя фильм Мы смотрим Что был большой Как бы вот Столкновение С пришлыми Евреями Которые Якобы Взяли Все эти Церкви В аренду И повысили Так плату На все Что невозможно Было служить Спасибо Правда ли это Спасибо Николай Это неправда Это романтический Эпос Написанный Николай Васильевичем Гоголем Правда заключается В том Что Освободительная Война Украинцев Да и белорусов В значительной части Обернулась Одними из Самых Массовых Еврейских Погромов В истории Европы Погибло Видимо Около Нескольких Сотен Тысяч Евреев Об этом Умалчивались Советские Времена И как вы Сами понимаете Полмиллиона Евреев Не брали Никакие Церкви В аренду Это Обычное Накручивание Себя Которое Необходимо Человеку Чтобы пойти На несправедливость Пойти На погром Пойти На человека Убийство Что до владыки Диамида То даже К нам На программу Регулярно Звонят Его приверженцы Они существуют В интернете У них есть сайт Идет какая-то Активность И мне кажется Что это очень хорошо Что люди Не прекращают Жить Потеряв Выход На государство А тоже Как-то существует А остальное Отец Павел Я считаю Что Та централизация Которая В церкви Существует Она Противоречит Самому Духу Церкви Потому что В церкви Должна бы Существовать Не демократия А должна быть Соборность И все мои книги Все о чем я пишу Это все Имеет Одну только Задачу Я говорю О соборности Соборность Отличается От демократии Тем Что если Демократия Это голос Народа То соборность Это Возможность Это Предоставление Духу Святому Возможности Действовать В церкви Через того Через кого он хочет А может он действовать И так это было В церковной истории И через епископа И через патриарха И через священника И через мирянина Это Воля Святого Духа Через кого он хочет Через того действует Говорил отец Павел Адельгейм У нас звонок Из Москвы Валентина Васильевна Здравствуйте Прошу вас Добрый вечер Отец Яков Я Сердечно вас благодарю За Нынешнего Сегодняшнего гостя Отец Павел Я Достаточно пожилой человек Я Очень давно Конечно Знаю о вас Слежу за вашей Судьбой Читаю ваши книги И молюсь о вас Спасибо вам за все До свидания И вас Спасибо Христос И звонок из Саратовской области Александр Здравствуйте Прошу вас Добрый вечер А скажите вот пожалуйста Какую церковь Возглавляет Митрополит Филарет Денисенко Очень его хотелось Он возглавляет Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата Он имеет титул Киевского Патриарха А что такое Александр Вы хотите Из Саратов Киев Нет Просто я хотел бы Узнать Просто меня Интересовал Этот вопрос Понятно Благодарю вас За информацию Он был экзархом И когда Вышел из Патриархии Экзархом Украины Он стал Патриархом Украины А сейчас Патриарх уже Если хотите Можете Себя тоже Назвать Патриархом Это абсолютно Закон этого Не запрещает Ни наш Ни украинский Ну вот Тогда уж Отец Павел Я за слушателя Спрошу Слушатель Александр Говорил о том Что благодаря Принятию Христианства Православия Появился Русский народ А как тогда Быть с Украинским народом С белорусским народом Потому что Крестили Помнится в Днепре Как сейчас Помню Солнечная погода Так Сегодня ведь Это очень напряженный вопрос И я видел В Америке На многих Украинских храмах Такую Роспись Крещения Руси Как будто Именно Тарас Бульба Крестился и крестил Для них Это исток Украинского народа И не приведи Господи Про русский народ Упомянуть Русский оказывается Уже вторым эшелоном На ваш взгляд Вот это Опять Национальная Напряженность Мягко говоря Внутри христиан Или это не внутри христиан Я думаю Что это не внутри христианства Потому что Слово Украина От слова окраина И Слово Украина Появилось Конечно Значительно позднее Чем Произошло Крещение Руси Крещение Произошло Именно Крещение Руси То есть Не было этого разделения На Центральную Русь И ее окраину Потому что Центром был тогда Киев До Москвы Просто не было Да Венеция тоже Происходит от корня Которая обозначает Край И кривичи Это те кто живут На краю В истории Всегда Где-то край Где-то фронтир Просто Встает вопрос Готовы ли Готовы ли Вот русская Православная Церковь В вашем лице Принять Украинскую Церковь Украинское Православие Белорусское Как Совершенно От себя Независимый Как другой народ Потому что Эти разговоры О трех ветвях Дерева И о старшем Русском народе Насколько я знаю Как раз И отталкивают Тех же украинцев Тех же белорусов Ну Вообще Учился я на Украине В Киеве В семинарии В духовной Вот жена у меня Украинка Поэтому у меня Связи с Украиной Очень тесные Деды мои Тоже жили В Киеве На Украине Вот И для меня Как-то нет Вот этой границы Между Россией И Украиной Я ее не ощущаю Мне она кажется Искусственной А между Россией И Польшей Ну Польшу Я просто совсем Не знаю Хотя Я очень люблю Сынкевича И Его описание Читаю с большим Удовольствием Его произведение О Польше Просто вот сейчас Идет перепись И она идет И все время Вспоминается Тертулян Который говорил Что христианин Какой у тебя Этническая принадлежность Генс христиана Ты генетический христианин Если ты родился В духе Во Христе Нет ни украинца Ни белорусского Или как Ну так разумеется Ну какие же могут быть Нации У христиан Так апостол Павел Говорит Не эллина Не иудея Но всяческий Во всех Христос Говорил отец Павел Адельгей У нас звонок Из Калужской области Евгений Здравствуйте Прошу вас Будьте добры Пожалуйста Прокомментируйте мне Выражение Из Евангелия Где Иисус Говорит Я послан Подчеркиваю Я послан Только К падшим Овцам Дома Израилева Спасибо Ну все таки К заблудшим А не падшим Говорит отец Павел Господь Иисус Христос Послан К заблудшим Овцам Израилевым Но дальше Он говорит Что он послан Ко всем Посылает Своих апостолов Проповедовать Всем народам Земли Потому что От него Уже рождается Совершенно Новый народ Израиль Духовный Который Называется Церковью Само Тело Христова Церковь Становится Корнем Всех Других Соединяющим В себе Все другие Народы Земли Говорил Отец Павел Адельге У нас Звонок Из Москвы Игорь Борисович Здравствуйте Прошу вас Да Здравствуйте Рад приветствовать Вас Отец Павел Вы знаете Я вчера был На конференции Вот один день Свято-Флоретского Института Видел вас За кафедрой Выступали Вот там Мы очень благодарны Вам за все Слова Хорошие Доклады Или что-то Я хотел Вот что Спросить Как вы Лично Относитесь К этому Институту Я сам Учусь На религиозном Факультете Института Хотя сам Я являюсь Иванинским Христианином Из Пятидесятнической Об этом институте Об этом Конференции И еще об одном институте Русско-американском Институте Христианском У меня там сын учится Что бы вы сказали Об этом Спасибо Ну о русско-американском Институте Я просто ничего не знаю Первый раз слышу Вот А что касается Филаретовского Института То Я нашел там Живое Общение Это общение Мне нравится тем Что там Удивительным образом Сочетаются Свобода И любовь Очень Доброжелательные Отношения И вот Когда я бываю На конференциях То я просто Как бы Купаюсь В лучах Радости Хорошо Давайте я вас Слегка охолону Отец Павел Задам какой-нибудь Провокационный вопрос Самый сложный вопрос Это ведь не про стукачей Не про деньги Не про государство А вот Пастырская практика Вот есть у вас Скажем Прихожане Муж, жена, дети И вот муж Бросает жену А хочет ходить В храм Как вы поступите В прежний Ваш Как решаются Такие ситуации Ну Разве можно Кому-то Воспрепятствовать И в церковь Раньше просто Люди Разделялись В этом случае На некоторые группы Если он бросает Жену То он Сперва мог Ходить Входить В число Припадающих Потом значит Плачущих И так далее А если он не плачет И не припадочно И очень даже радуется Что он ее бросил А может и новую Завел Будете вы его упрекать Учить Останавливать И в крайнем случае Может быть Изгонять Понимаете Дело в том Что Христос Нам дал Совершенно конкретную Заповедь По отношению к женщине Он ее повторяет Ученикам О том Чтобы двое Становились Единой плотью И Вся Наша Все наши Нравственные принципы Построены Таким образом Отражены В церковных Канонах Что Брак Необходимо Сохранить Но К сожалению В реальной жизни Это далеко Не всегда Получается И Из этого Не следует Что Принципы Должны быть Отвергнуты А Следует В каждом Индивидуальном Случае Искать пути Как человеку Не потерять Свою связь С телом Христовым И Сочетать Вот свою Вот эту Новую жизнь С Пребыванием В церкви Это очень сложно Но здесь нельзя Общего рецепта Указать Хорошо Отец Павел Я же ведь спросил Еще и потому Что с древних времен Епископ Сравнивается С мужем церкви То есть вот поставил Ну как священник Муж своих прихожан Вот выходит Замуж За приход В русской Православной Традиции Даже Есть такой момент Что священник Женатый При рукоположении Снимает обручальное Кольцо Потому что он Теперь обручен С церковью То же самое Архиерей И церковь Поэтому переводить Скажем с епархии На епархию Считалось всегда Не очень хорошо И сегодня Эта практика Почти прекращена Но вот один Из звонящих Спросил Не губит ли Церковь Такой архиерей И такие его отношения С духовенством Вы оказываетесь В этом смысле В роли Жены На которую Муж Накричал Может быть Несправедливо Но ведь вы же Не уходите Вы остаетесь Почему? А какое Право У меня Уйти У меня есть Мой приход Моя паства И Я ж От этой паства Не отделен Он может На меня накричать А паства Остается При мне Собственно говоря Наш Союз Наш брак С моей церковью Он от этого Не расторгается Говорил здесь Павел Адельгейм У нас звонок Ири Александр Прошу вас Может быть Это конечно Не самый важный вопрос Тоже Опять же О доносчиках Но все-таки Мы знаем Что в церкви Один из самых важных Вопросов И моментов Является Судьба Иуды Предателя И Как мы знаем Иуда Это Лисотворение Такого Совершенно Падшего Апостола Который Отражен От Самого Сообщества Апостолов И Часто говорят Что Дело в том Что Апостол Иуда Бывший апостол Иуда Он Не покаялся Вот в этом Его Проблема Но ведь Вот эти Вот стукачи Доносчики Они ведь тоже В большинстве своем Не каятся Не собираются Каяться Точно так же Как и Иерархия Церкви Которая Сотрудничала С Своё время С богоборческим Режимом Она не собирается Как бы Отлиться Иерархии Каяться В этом И считает Что это Как бы Прошло Как бы Как бы Мы Можем Не сводится Лето К тому Что мы В конце Концов Начинаем Терпеть Зло И Тим Противление Злу Насилием Переходит Просто В непротивление Злу И такое Вот терпение И в конце концов Всеядность Превращается Надо различать Зло И человека Творящего зло Вот Христос Относится К Иуде Терпимо До самого Конца Он ему Говорит То что Делаешь Делай Скорее И когда Иуда Дает ему Поцелуй В Гефсиманском Саду Он ему Только напоминает Целованием Ли Предаешь Сына Человеческого Он Никак Не осуждает Иуду И ничем Ему Не угрожает Он До самого Конца Дает ему Реализовать Свою Волю Говорил Отец Павел Надельке У нас Последний Наверное Звонок Из Марий Эл Андрей Здравствуйте Прошу вас Здравствуйте Мне кажется Вопрос Решается Просто Если человек Отказывается Идти в церковь Он знает Кто там Служит И согласно Первого Псалма Давида Блажен муж И жене Иди на совет Нечестивых Вот и все И это очень просто И очень правильно Потому что Мое знакомство С сослужителями Этой Организации Которая РПЦ Называется Ну выяснилось Что Понятно Что Да Не следует Туда ходить Очень Нехорошие люди Это Самосохранение Нормального Человека Говорит о том Что не следует Идти На совет Нечестивых Я не могу С вами согласиться Потому что Мы в церковь Все таки Идем Не к священнослужителю А ко Христу Мы его тело И кровь Принимаем Из чаши Мы с ним Сообщаемся Мы ему Молимся А священнослужитель Ну он может быть И хорошим И плохим Конечно Лучше Когда он бывает Хорошим А не плохим Но вовсе Это не значит Что нужно Оставить церковь Церковь Тело Христово И вне церкви Мы пребывать не можем Каждый из нас Частится Ее тело Его тело То есть Лучше плохая церковь Чем никакой Нет Церковь не может быть Плохой или хорошей Если мы веруем В церковь Христову То это церковь Не плохая или хорошая Это Христос В своем воплощении Говорил отец Павел Адельгейм А я В заключение Замечу Что вот конференция В которой участвует Отец Павел В Свято-Филаретовском институте Человек из Пскова Приезжает И на этой конференции Люди со всей России Может быть И из Марии Эл Поэтому наше время Может быть Лучше Для спасения Чем любое другое Потому что Кругозор И возможности Не ограничены Околицей И человек Сегодня Может искать И снять С себя Вот эти шоры Когда Крохотная Грязюка Перед глазами Застет Весь белый свет Вы слушали Программу С христианской точки зрения Вел Программу Яков Кротов Редактор субтитров А.Семкин